Сперва я бы хотел спросить вас, кто может вспомнить, что нам обещал в своем слове Господь? Ведь мы знаем, что когда мы читаем Библию, там есть очень много разных обещаний, да ведь? Мы это называем обетованиями, и очень часто мы эти обетования заучиваем, кто-то вывешивает у себя дома на стене и цитирует обетования на каждый день. И вот давайте вспомним, что обещал нам Господь. Он обещал, что Он не оставит нас. Давайте напишем, не оставит. Не оставит нас никогда. Это хорошо? Хорошо. Еще какие обетования? А? Жизнь вечную. Жизнь вечную Он нам обещал. Ну и так, коротко напишу. Жизнь вечная. Заботиться обещал, да? А в чем проявляется забота о нас, Бога? В чем? Во всем. Понятно. Еще что обещал Господь? Он нас будет любить вечно, да ведь? Он нас будет любить вечно. Напишем, любит вечно. Что? Не бояться. Бог обещал, что нас бояться не будет. Ну, смелость нам обещал, да? Смелость. Не буду писать дерзновение, потому что иногда думаю, дерзновение путают с наглостью. Смелость. Писание говорит, праведник смел, как лев. Что еще Господь обещал? Защиту. Защиту. Ну, защиту. Ну, давайте. Защиту. Давайте. Вот, здоровье, говорят. Защита. Буду писать пока. Здоровье. Спасение. Спасение. Радость, да? Радость. Все. Места больше нету, хватит нам. Хорошо. Вот это все хорошо. Вы когда-то переживали в своей жизни, что вот вы просто чувствовали, что Бог не оставляет вас. Вот какая-то ситуация трудная, вы чувствуете, Бог рядом. А кто переживал заботу Божью? Переживали? А вот любовь Божью переживали? Вот просто сидите, вдруг вас накрыло, и вы так, ой, оказывается, Господь любит меня. Или защиту переживали? Переживали. Здоровье. Кто-нибудь исцеление переживал? Переживали. Вот спасение. Кто-нибудь пережил спасение здесь? Радость. Ну, тоже иногда бывает, да ведь? Иногда что-нибудь сойдет на нас, мы радуемся. Но знаете, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Библию, мы видим, что Господь обещал нам не только это. Не только это. Конечно, мы как люди хотим все вот это. Но если мы с вами почитаем некоторые местописания, я не буду их читать, я просто скажу местописание, и вы поверьте, что там это написано. Иоанна 15, 18, 20. Там Иисус говорит, что нас будут ненавидеть. Ненавидеть нас будут. Нас будут, что еще? Гнать. Что еще будут? Неправедно злословить. Неправедно злословить. Еще что будут? Убивать. Да, в России мы сегодня даже не верим, что нас, оказывается, могут убивать. Но если вы приедете в исламские страны, там сегодня это... Они живут этим, что их просто за Христа могут убить. И то, что сегодня убивают христиан, отрезают им головы, распинают на крестах, это реально. Иисус сказал, что вас будут ненавидеть, вас будут гнать, вас будут неправильно злословить, вас будут убивать, про вас будут говорить, что вы сумасшедшие, то есть обвинять вас. Ну, не в сумасшедшем, а в безумии, что вы будете... Вас будут обвинять в безумии. Помните, когда родители пришли за Иисусом, они подумали, что он не в себе, он вышел из себя, да? Даже мать Иисуса подумала, что-то с ним, наверное, не то, перегрелся. А когда Павел защищался перед Фестом, Фест сказал, безумствуешь ты, Павел, «Великая ученость довела тебя до безумия». Конечно, нам приятнее все вот это, согласны? Согласны? И мы всегда говорим, и говорим, Господь, благодарю Тебя, что Ты меня не оставишь, что Ты даешь мне жизнь вечную, что Ты обо мне заботишься, что Ты меня любишь, что у меня есть смелость, защита, здоровье, спасение и иногда даже радость. Но вот этого как-то мы не хотим в своей жизни видеть, да ведь? И когда приняли вот этот закон Яровой, мы все были возмущены. Как так? Это же несправедливо. Нас, хороших людей, честных людей, нас, которые всему миру хотят мира и спасения жизни вечной, нас хотят вот гнать, злословить всячески, запрещать нам. И в нас такое как бы волна негодования поднялась, да ведь? Но на самом деле Священное Писание говорит, что вот это, без этого невозможно. Это все идет вместе. Это все идет вместе. И на самом деле, если мы хотим вот этого, не исключено, что мы также будем иметь и вот это. Понимаете, о чем я говорю? И знаете, когда мы проповедуем людям, это наше призвание проповедовать людям. Это наше призвание говорить людям об Иисусе, Христе. Говорить, что Он их любит. Когда мы проповедуем людям, что мы им говорим? Мы говорим, знаешь, если ты только придешь к Иисусу. Ну, у нас есть знакомые, родные, близкие. Они сталкиваются с какими-то проблемами. И мы им говорим, знаешь, если ты только придешь к Иисусу, в твоей жизни все наладится. В твоей жизни будет все хорошо. Кто так проповедовал? И это неплохо, потому что это правда. В твоей жизни будет все хорошо, потому что Господь целитель, обеспечитель. И мы приводим примеры из своей жизни, как Господь нас исцелял, благословлял, как Господь нас обеспечивал. И человек, который нас слушает, и он говорит, вау, супер, классно. Я хочу, я хочу знать такого Иисуса, который исцеляет, освобождает, заботится. Я хочу знать такого Иисуса. И ты молишься с Ним молитвы о покаянии. И вдруг в своей жизни он не сразу же видит вот это. Ведь, дорогие, бывает, что мы молимся, и мы не получаем ответов на свои молитвы. Согласны? Бывает. Есть вещи, за которые ты молишься, и ты не получил. И это где-то огорчает тебя. И, может быть, за тебя молятся за исцеление, и ты не всегда сразу же получаешь его. И кто-то из вас, может быть, сегодня сидит и думает, это болезнь, она меня уже достала, она мне надоела. Когда же Господь освободит меня? Мы не всегда имеем полноту всего этого. И поэтому иногда человек, слыша вот об этом, он приходит ко Христу и ожидает, что сейчас просто Царство Божие настанет в его жизни. Но вдруг он видит, что его начинают ненавидеть. Кто с таким сталкивался? Вы покаялись, и вы приходите к своим друзьям, и от чистого сердца им начинаете проповедовать. И вдруг ты замечаешь, что из друга ты превращаешься в их врага. И ты приходишь на работу, и, может быть, ты там начинаешь проповедовать, и ты замечаешь, что твои соработники, они начинают смотреть на тебя с подозрением. И где-то там, когда ты проходишь мимо, ты видишь, как они смотрят на тебя, и что-то там шушукаются, и пальцем крутят у виска. И ты говоришь, погодите, погодите, ведь мне же обещали все вот это, но почему-то в мою жизнь пришло все вот это. Меня уважали, теперь меня стали ненавидеть. С родственниками у меня были всегда хорошие отношения, теперь они меня гонят. Некоторые вообще люди говорят, что я сошел с ума, стал каким-то сектантом. обвиняют в меня в каком-то безумстве. И человек попадает в такой некоторый стопор, да ведь? Потому что ждешь одного, а получаешь порой совсем другое. И смотрите, я бы хотел прочитать, когда мы видим вот это все, что обещал Иисус своим ученикам, мы видим, что исполнялось в их жизни не только вот это. Не только они возлагали руки на больных, и они и больные исцелялись. Исполнялось не только то, что происходили чудеса, и они видели видение, но происходило и то, что Иисус им также обещал. Он говорил, вас будут гнать, вас будут злословить. И мы, читая книгу Деяний, видим, что апостолы, пережив крещение Духом Святым и начав проповедовать в силе Святого Духа, они сразу же столкнулись с оппозицией, они сразу же столкнулись с неприятностями. Их арестовывали, их сажали в тюрьму, Иакова убили. Я хочу прочитать вам. Вы понимаете, о чем я говорю? Я хочу вам прочитать 2 Коринфянам, 11 глава, 23 стих. И здесь апостол Павел говорит такие слова. Христовы служители в безумии говорю, я больше, я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От уедей в 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день, пробыл во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и в жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. И знаете, когда мы читаем апостола Павла, мы смотрим, что куда бы он ни приходил, везде опасности. На море опасности, в городе опасности, в пустыне опасности. То есть жизнь апостола Павла практически было сплошное. Вот это, да ведь? Если мы почитаем. И дальше апостол Павел говорит такие слова. 1 Коринфянам 15, глава 30 стих. «Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствует в том, похвалою вашу братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим, по рассуждению человеческому. Когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем». И вот здесь апостол Павел, описывая всю свою жизнь, все свои гонения, страдания, голод, он задает естественный вопрос. И он говорит, «Послушайте, дорогие, а для чего все это вообще мне надо? Да ведь? Нет, я понимаю, я понимаю, дорогие, что вот это мне все надо. Согласны? Мне надо исцеление, мне нужна забота Божья, любовь вечная, смелость, защита. Это все мне надо. И дело в том, что Бог это нам дает. Но когда речь касается вот этого, мы говорим, «Не, Господь, а вот это мне не надо». Вот можно, Господь, только вот это, без этого. помните раньше в 90-е годы или в конце 80-х, не помню, как они назывались, но чтобы купить консерву или что-то, тебе туда клали еще килограмм чего-нибудь, что тебе абсолютно не надо. Как это называлось? А? Нагрузка, да. Ты покупаешь килограмм колбасы, а тебе в нагрузку два килограмма куриных ножек с когтями. И ты говоришь, «Погодите, мне вот эти когти куриные не нужны». А тебе говорят, «Извините, правила такие, это в нагрузку. Хочешь колбаски, покупай когти». Так вот здесь, дорогие, Священное Писание говорит, у Бога тоже есть нагрузка. И Он говорит, «Хочешь вот этого, будь готов встретиться вот с этим?» И тогда Павел спрашивает, вообще, Он говорит, «Я умираю каждый день, я подвергаю свою жизнь опасности». А зачем все это? Для чего? Зачем мне эти скорби, страдания, трудности, испытания, ну зачем все мне это надо вообще? Мне нравится один Псалом. Вы понимаете, о чем я говорю? 72-й Псалом. Кто из вас сталкивался с какими-то этими вещами? Вы никогда не думали, «А зачем мне все это надо?» Я человеку делаю добро, он ко мне повернулся спиной, «Зачем мне вообще это все надо?» Кому-то идти, говорить, доброе делать. И мы начинаем потихоньку скатываться на философию этого мира. Не делай добра, не получишь зла. И мы начинаем говорить, «Да вот надо это, вот буду жить своей жизнью, чтобы меня никто не трогал, меня не кантовали, меня не тревожили. Вот зачем? Пришел к человеку, сделал добро, он говорит, сектант несчастный. Зачем? Вот буду, вот Бог меня вот это дает, буду жить спокойно, тихо, мирно. Зачем мне все эти проблемы? И вот здесь 72-й псалом. Мне нравятся здесь очень хорошие слова. Асав. Асав здесь вначале смотрит на Израиль. Он замечает много неправильных вещей в Израиле, если вы будете читать с первых стихов. Он говорит, что он видел, как беззаконные процветают, благоденствуют, как у них все классно, как у них все хорошо. И в 15-м стихе, в 13-м Асав практически задает такой же вопрос, как Павел. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» И вот Асав, видимо, тоже страдавший за свою веру, как и апостол Павел, он говорит, «А не напрасно ли все это? Не напрасно ли я очищал свое сердце, мывал руки в невинности? Не напрасно ли я переживал какие-то обличения? Зачем все это мне вообще надо? Для чего? Он смотрел на людей этого мира и говорил, «Ну, живут же люди и без Бога нормально!» И Асав говорит, «Многие даже живут лучше, чем я!» И посмотришь на них, они счастливее, чем я без Христа. Зачем все? Асав говорит тоже, «Не напрасно ли все это?» И Павел спрашивает, «Для чего я каждый день умираю, подвергаясь оскорбям, радостям, вернее, трудностям разным?» И знаете, как-то я читал одно местописание, оно вам известно, но это очень хорошее местописание, которое должно все поставить на свои места в нашей жизни. Не очень просто, но все должно поставить на свои места. Смотрите, в 1 Коринфянам 15-19 апостол отвечает на этот вопрос, «Для чего все это надо?» «Для чего он подвергался опасности?» И здесь он говорит, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Смотрите, когда я читал это местописание, оказывается, что можно быть верующим во Христа, можно иметь надежду на Него, но при этом быть несчастнее, чем люди этого мира. Понимаете? То есть, можно верить во Христа, можно надеяться на Него, но быть несчастнее, чем люди этого мира. Именно поэтому, когда Ассав смотрел на людей этого мира, и он говорит, «Так, по-моему, они счастливее, чем я. Я-то для чего все это делаю». И смотрите, здесь апостол Павел, он разделяет, ну так скажем, жизнь на две части. Да ведь? Он разделяет жизнь на эту и на какую-то еще другую. И когда мы читаем вот эти слова апостола Павла, мы можем сказать, «Павел, ну ты опять безумствуешь? А ради какой же жизни нам еще надеяться на Христа?» Возможно, Павел, вернее, Петр написал, что в словах Павла есть что-то неудобовразумительное, прочитав эту фразу, «Если мы только в этой жизни надеемся на Христа». И когда мы приходим ко Христу, ведь не секрет, что очень часто мы приходим, потому что в нашей жизни какие-то трудности, какие-то проблемы, и мы приходим в надежде, что Господь эти проблемы разрешит. Согласны? Что Бог, и мы так говорим людям, послушай, у тебя проблемы в жизни, приди ко Христу, и твои проблемы, они будут решены. Можем ли мы надеяться на Христа в этой жизни? Можем ли мы надеяться на Христа в этой жизни? Конечно. 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 Мы верим, что Бог, Он всемогущий. И когда мы сегодня молились за нужды, Алексей говорил, что какие бы ни были проблемы в нашей жизни, мы можем сохранять покой. Бог может давать нам сверхъестественный покой. Он может вмешиваться в ситуации. Он может воскрешать мертвых. Он может воскрешать мертвых? Может. Он может сегодня исцелять? Может. Он может сегодня благословлять? Конечно, может. Мы верим в того же Бога, который вчера, сегодня и во веки тот же, для которого нет ничего невозможного. И это нормально, надеяться на Христа в этой жизни. В этом нет ничего плохого. Это нормально, когда у тебя есть нужда, и ты молишься, и говоришь, Господь, у меня есть проблема, у меня есть нужда. И Писание говорит, возлагайте свои нужды на Бога, и Он даст вам свой мир. Но знаете, иногда я замечаю, что у христиан очень мало радости. Я иногда замечаю это в себе. Вот если вот честно сказать, кто из вас может сказать сейчас, я счастливый человек? А кто может так стопроцентно сказать, я счастливый человек? Вот честно, не потому что просто так надо сказать, как это, я скажу, что я несчастный, и мне тут посмотрят, соседи скажут, у тебя что, веры нету, что ли? Иногда мы говорим то, что нам надо сказать, а не то, что правильно сказать, не то, что по правде сказать, да ведь? Иногда я себя, скажу честно, я себя чувствую несчастным человеком. Иногда мы погружаемся в депрессию, в уныние, да ведь? Вы помните, может быть, эту историю с Лютером? Когда он впал в очень жесткую депрессию, и он несколько дней сидел закрытый в депрессии, и однажды жена его оделась во все черное, в траурные одежды, и когда он вышел из своей комнаты и увидел ее в траурной одежде, он спросил, дорогая, у нас кто-то умер? И она сказала, дорогой, глядя на тебя, я подумал, что умер Христос. И он вышел из депрессии. Но в нашей жизни бывает такое, да ведь? Иногда ты чувствуешь себя просто несчастным человеком. Если быть честными, бывает депрессия, бывает уныние, бывает разочарование. И апостол Павел говорит вам, знаете, почему это происходит? Потому что мы надеемся на Христа только ради этой жизни. И если мы с вами вспомним, дорогие апостолов, которые ходили с Иисусом Христом, и они ходили с Иисусом, и однажды подошли к Нему, и Петр спрашивает Иисуса, Иисус, послушай, мы ради Тебя оставили все, мы свою лодку оставили сети, но Иисус, ты же сам помнишь, ты подходишь, говоришь, пошли за мной, мы лодки оставили сети, оставили, но ты же знаешь, Иисус, что тебе говорить? Иисус говорит, ну, я помню, что вы оставили все, что дальше-то? Дальше продолжайте. И Петр говорит, что мы будем иметь за это? А мать двоих учеников подходит и что-то бубнит себе под нос. Иисус говорит, что ты говоришь? И она говорит, Иисус, на ушко, чисто по-матерински. И он подходит к ней, она говорит, Иисус, вот как-то можно сделать так, чтобы вот в Царстве Твоем мои дети сели по правую и по левую руку от Тебя, ну, так поближе, как-то поуютней. О небесном ли Царстве они говорили? И когда они спрашивали, мы можем пить чашу, которую ты будешь пить, он говорит, вы не понимаете, чего просите? Вы не понимаете, чего просите? Они говорили, Иисус, понимаем, все понимаем, о чем мы просим. Мы будем пить ту же чашу, которую ты будешь пить. Он говорит, хорошо, будете. И какую чашу они пили? Кто помнит? Какую чашу они пили? Они пили вот эту чашу. Да ведь? Они пили вот эту чашу. И мы говорим, если все так, то зачем? То зачем все это? И когда мы читаем, дорогие, слова Иисуса Христа, я просто скажу честно, сегодня в мире масса-масса разочарованных христиан, христиан, чьи надежды не оправдались, кто сказал, Бог меня не слышит, Бог меня не отвечает, потому что я молился, а Бог не давал, больше я не буду молиться, и я больше не буду ходить в церковь, и вообще ничего общего со Христом я не хочу иметь, потому что я ждал, я надеялся, я не получил. И тут вопрос, подожди, а когда ты молился, ты спросил, Господь, а какая твоя воля вообще? очень часто мы о чем-то молимся, и мы даже не спросим, Господь, а как ты хочешь? Понимаете, о чем я говорю? Как ты хочешь, Господь? Вот я хочу вот так, а как ты, Господь? Я скажу, у нас было бы больше отвеченных молитв, если мы предварительно бы сказали, Господь, а как ты хочешь? Что ты хочешь, Господь? Порой наши молитвы, они пропитаны нашим эгоизмом, пропитаны нашим желанием как-то получше приспособиться здесь, на этой земле, поуютнее, и не секрет, что масса людей, они имеют одно желание, получше устроиться здесь, на земле. Понимаете, о чем я говорю? И, к сожалению, очень часто христианство переходит на этот же уровень, и мы становимся очень приземленными, и мы проповедуем о том, как тебе лучше здесь жить, на земле, чтобы тебе было покомфортнее, 10 путей к процветанию, 20 путей к успеху, 30 путей, чтобы тебя все любили, 15 путей, чтобы тебя все слышали, 16 путей, чтобы тобой все любовались, и все прочее. Но когда мы смотрим, чему учил Иисус Христос, Он учил совершенно другому. И поэтому, когда мы, как христиане, надеемся на Христа только в этой жизни, Павел и говорит, что мы несчастнее всех человеков. И я понимаю, что иногда я чувствую себя несчастным только потому, что я стал приземленным человеком. Меня начали волновать только какие-то земные ценности, какой-то мой комфорт, какой-то мой уют, какое-то мое уважение людей. Когда меня только это начинает беспокоить, я вдруг начинаю понимать, что я несчастный человек. Потому что, поймите, если у тебя решилась одна проблема, завтра обязательно придет какая-нибудь другая проблема. Библия говорит, много скорбей в жизни праведного, но, слава Богу, от всех избавит Господь. Если быть честными, нет ни одного человека, у которого бы не было какой-то проблемы. Почему? Да потому что мы живем в мире, который лежит возле. этот мир до сих пор лежит возле, и это плохая новость. Но хорошая новость, Иисус наш Господь. И поэтому часто мы видим, что люди, которые шли, шли за Христом, Иисус сам сказал, вы шли за мной по одной причине, потому что вы ели хлеб и насытились, вам было хорошо здесь, на земле. Смотрите, Матфея 6, 19. О чем учил Иисус Христос? Когда мы смотрим на учение Иисуса Христа, на то, чему Иисус учил, мы видим, что Иисус, Он всегда пытался сосредоточить внимание людей на небесном, а не на земном. Да ведь? Конечно, дорогие, я не говорю, что Бога не интересует твоя земная жизнь. Его очень интересует твоя земная жизнь. Он просто влюблен в тебя. Он переживает за тебя. Он желает вмешиваться в твою жизнь. Он желает спасать тебя в различных ситуациях. А когда Иисус учил, Он говорил, поймите, не это главное. Все служение Иисуса, оно было сосредоточено, чтобы привести человека к небесам, чтобы показать ему какие-то другие ценности, которые гораздо больше, чем ценности этого мира. Помните, к Иисусу подошел юноша и сказал, Иисус, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал, исполняй заповеди. И он говорит, Иисус, я исполняю все заповеди. Тогда Иисус сказал, хорошо, продай имение и раздай нищим. И этот юноша был очень богат. И он встал перед этим выбором. Что мне делать дальше? У меня есть богатство. но Иисус говорит, оставь мне и следуй за мной. У меня есть выбор. И здесь была борьба между ценностями, понимаете? Борьба между ценностями. Кто для меня сейчас более ценен? Вот это все земное или Господь, который пришел, чтобы дать жизнь вечную? И знаете, вот в этом выборе юноша, этот юноша не одинок. За историю христианства и в современной церкви столько людей делает такой же выбор, как и он. Они говорят, Иисус, я понимаю, что ты хороший, я понимаю, что ты любишь меня, но обменивать вот эти мои земные ценности, наследование за тобой, я не согласен. И потом мы видим, как много разочарованных христиан оставляют в церкви, оставляют Христа. Почему разочарованы? Потому что они того искали. Понимаете, о чем я говорю? Смотрите, Матфея 19 глава, вернее, 6 глава 19 стих. Здесь Иисус говорит такие слова. Не собирайте себе сокровищ на земле. И мы говорим, Иисус, о чем ты говоришь? Это же противоречит здравому смыслу. Я всю жизнь работаю, чтобы собрать себе здесь сокровища на земле. Ведь по сути, если быть честными, это так. Да, ведь? Если быть честными, Иисус говорит, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но дальше Он говорит, но собирайте себе сокровища на небе. И знаете, христианство порой настолько становится приземленным, что, когда говоришь о небе, люди смотрят на тебя так и говорят, ну, перестань ты, ну, перестань, ну, что ты все о духовном, о духовном, мы же здесь живем, вот, на этой земле, и надо здесь брать от жизни все, пока есть возможность. Погоди, а как же слова Иисуса, не копи себе сокровища на земле, но собирая себе сокровища на небе. И тут мы начинаем говорить, ну, возможно, Иисус что-то подразумевал другое. Я думаю, что Иисус сказал то, что Он подразумевал. Собирай себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где ворони подкапывают, и не крадут, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. И Иисус говорит о небесах. И апостол Павел, он точно так же говорит, если вы только в этой жизни, ради этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех людей. И я понимаю, что я несчастнее всех людей, бывает только потому, что я не понимаю того, что Господь приготовил любящим его, потому что я до сих пор так и не понял небесных ценностей, потому что в моем разуме еще не произошло какого-то обновления, и я, следуя за Христом, продолжаю жить земными ценностями. Но Иисус говорит о другом. И Павел говорит, пока мы в этой жизни будем жить и надеяться на Христа только ради земного блага, мы будем несчастны. И я верю, дорогие, что Бог не хочет видеть тебя несчастным, Бог хочет не видеть меня несчастным, потому что апостол Павел говорит, всегда что делайте? Радуйтесь. И тогда мы спрашиваем, Павел, как радоваться-то, если меня ненавидят, гонят, злословят, убивают, обвиняют в безумии, как радоваться-то? Как во всем в этом иметь радость? Павел, ну я тебя не понимаю, о чем ты говоришь? А помните, когда апостолов взяли фарисеи, они их избили за Евангелие и сказали, мы вам запрещаем проповедовать об Иисусе Христе. И что? Апостолы вышли, и что они сказали? Они сказали, Иисус, все, мы разочаровались в тебе, мы к ним со всем сердцем говорим, покайтесь, спасение есть, они взяли нас и сбили, все, Иисус, ты нас разочаровал, мы просто разочарованы в тебе, Господь. Нет, Священное Писание говорит, они вышли оттуда, и они радовались, что они пострадали за имя Иисуса Христа. они вышли довольны и сказали, слава Богу, все, что Иисус сказал, исполняется, все, точь-в-точь, они нас ненавидят, они нас гонят, они нас избили, Иисус, хвала тебе, ты великий пророк. Смотрите, еще местописание, Филиппийцам 3, 3, 20. И здесь апостол Павел пишет великое откровение, великое откровение, и он говорит здесь, наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Вот пока мы не поймем, дорогие, что наше жительство небеса, и мы будем думать, погоди, да какие небеса, да небес еще, какие небеса, вот мое жительство, вот она, вот эта неотремонтированная квартира вечно, вот эта машина вечно глохнущая, вот оно мое жительство. И Павел говорит, дорогие, не, 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 подождите, наше жительство на небесах. Наше жительство на небесах, и Писание говорит, здесь мы, странники и пришельцы. И поймите, дорогие, пока мы этого не поймем, дьявол будет постоянно говорить нам, вот если есть самый несчастный человек на земле, то это именно ты. и ты спросишь, почему? Ну, ты посмотри на других, посмотри, все как живут, а ты что? Ну, что ты, вот посмотри на себя. Нет, есть счастливые люди, но только не ты. И ты опять погружаешься в депрессию, в уныние, и говоришь, да, Господь, ты обошел меня стороной, счастье, птица счастья пролетела мимо меня. Но апостол Павел говорит, наше жительство на небесах, и когда Павла спрашивали, Павел, для чего ты все вот это терпишь, все вот эти гонения, злословия, он говорит, я знаю, я знаю, для чего это терплю, потому что все, что есть здесь у меня на земле, это все однажды сгорит, у меня есть другие ценности, у меня есть другие планы, у меня есть другие мотивы, у меня есть другие цели, и я не держу из это земное. Поверьте, дорогие, Павла не держало земное настолько сильно, насколько порой мы связаны с земным. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому мы и чувствуем себя несчастными, что мы не живем небесными ценностями, о которых учил Иисус. Смотрите, евреям 11 вы понимаете, о чем я говорю? И знаете, я скажу вам, я скажу вам, что я хочу быть счастливым, я хочу иметь радость не потому, что у меня что-то появилось новое, я хочу иметь радость не от каких-то материальных вещей, потому что ну да, это приятно, но если вы замечали, эта радость, она кратковременная, да ведь? Кто покупал новую машину? Радость была? Особенно, если ты с какой-нибудь пятнашки пересел на Тойоту, и когда ты пересел с пятнашки на Тойоту, и ты едешь, и ты такой радостный, и рядом останавливается пятнашка, и ты так открываешь окно и смотришь так, и ты радостный, и говоришь, это пройденный этап, этот кошмар, но потом ты замечаешь, что ты уже садишься в свою новую Тойоту, и это тебя не так радует, потому что земные вещи, они приносят временную радость, ты въезжаешь в новую квартиру, и постепенно ты радуешься вначале, а потом ты видишь, что она тебя уже не радует, когда тебе пришла первая квартплата, и куда-то радость исчезла, все, что приносит земную радость, это временная радость, и Иисус, и апостолы, они учили другому, они учили другому, и здесь в Ивреям 11.8 апостол Павел говорит, верою Аврам повиновался призванию войти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная куда идет, верой он обитал на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком Иаковым, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Мы читаем про Аврама, да, и у него жизнь была непростая, он ходил, и Господь ему говорил, встань, иди туда, оставь урхалдийский, оставь своих родных и близких, иди по пустыням ходи. Цари покушались на его жену, на что Аврам безропотно соглашался, потому что понимал, что своя жизнь дороже, чем жизнь жены. И тот же вопрос, Аврам, для чего все это? Жил бы ты в своем муре халдийском, пас бы овец своих, процветал бы там. Но Священное Писание говорит, что Аврам ожидал города, архитектор и строитель которого Бог. И теперь мы понимаем, почему апостол Павел, проходя все эти трудности и находясь в тюрьме, он мог написать, дорогие, всегда радуйтесь. Павел, ты что, ты сидишь в тюрьме избитый, голодный, и ты нам пишешь всегда радоваться? Он говорит, всегда радуйтесь. Павел, почему? Да потому что, дорогие, я не только в этой жизни надеюсь на Христа. Да, Христос меня спасал, исцелял в этой жизни, но есть что-то больше, есть другая жизнь, которая называется жизнь вечная. Понимаете? И вот ради этого, ради вечной жизни, дорогие, ради вечной жизни, мы живем здесь, на этой земле, проходя все эти трудности, потому что мы знаем, что в один день мы оставим эту землю, мы оставим это тело, и нас ждет нечто гораздо лучшее и большее. И вот это, дорогие, и должно делать нас счастливыми, понимаете? Просто ли это? Я скажу, не всегда, потому что чаще всего мы как люди, мы живем видимым, мы живем видимым, да ведь? И мы, мы сфокусированы на видимом, на своих проблемах, на своих трудностях, на своих долгах, и если мы на это смотрим каждый день своей жизни, то мы будем несчастны. Поэтому Писание говорит, дорогие, помышляйте о горнем, я не отрицаю, что у меня есть какие-то проблемы, я не отрицаю, что у меня есть какие-то трудности, но я признаю то, что у меня есть жизнь вечная, я признаю то, что Бог держит меня в своих руках, я признаю то, что я могу копить себе сокровища на небесах, я признаю то, что в один день я оставлю эту землю, которая лежит возле, и мои ноги встанут на улицах небесного царства. Понимаете, для многих христиан это звучит как какой-то миф, понимаете? Мы очень часто используем принципы христианства для каких-то земных успехов, и факт остается фактом, что многое, что есть в бизнесе, в разных компаниях, в разных структурах, оно взято именно вот отсюда, из священного Писания, взято отсюда, но взято не для того, для чего Господь это дал. Понимаете? Мы хотим, используя вот это, хорошо устроиться на земле, но Господь дал нам вот это, чтобы мы хорошо устроились вот там. Именно поэтому Иисуса сказал, ищите прежде, чего? Царство Божьего и все остальное. Поймите, дорогие, Бог знает твою нужду, Он любит тебя, Он силен удовлетворить твою нужду, но Он говорит, ищи прежде Царство Божьего и все остальное, все, то, что тебе необходимо. Поверь, Бог приложит тебе. И я понимаю, что могут подойти люди и сказать тысячу но на эти слова Иисуса Христа. И они подойдут и скажут но, первое, но, второе, но, третье, но, все же Иисус сказал, ищите прежде Царство Божьего и все остальное приложится вам. Все, что Бог сочтет необходимым, поверь, Он тебе приложит. Но я верю, что мы никогда, как христиане, во всей полноте не будем счастливы на земле, если мы в первую очередь не будем искать Царство Божьего. Если в первую очередь у нас в нашей жизни основания будут не земные ценности, а небесные. Мы так и не станем никогда и не испытаем полноценного счастья, если мы Христа будем как будто использовать только здесь для этой жизни, но не скажем ему, Господь, используй меня для вечной жизни. И последнее место, которое я бы хотел прочитать, вы понимаете, о чем я говорю? Понимаете? И знаете, на самом деле это не дело одного дня. Конечно, можно пережить сверхъестественное откровение о вечности. И когда вдруг в твоей жизни все переменится, и ты начинаешь смотреть на вещи, как на них смотрит Бог. А чаще всего это борьба с твоим разумом. Понимаете? Борьба с твоим разумом. Вот почему Павел и говорит обновиться мышлением ума вашего. Это необходимо молиться и говорить, Господь, дай мне понять, для чего ты умер на кресте. Дай мне понять, что ты сделал в моей жизни. Дай мне понять и жить небесными ценностями, а не земными. Это молитва. Это преображение своего разума. Потому что очень часто вроде бы ты уже поднялся и ты наслаждаешься небесными ценностями, и ты думаешь, все, земное меня уже не держит. Но потом ты вдруг замечаешь, как опять нападает на тебя как будто гири к ногам, и они тебя снова прибивают к земле и говорят, слушай, что ты далеко оторвался? Куда ты там полетел в своей вере? Хватит мечтать. Давай займись своими проблемами. И вдруг ты замечаешь, вся твоя радость куда-то улетела, и опять чувствуешь, что я несчастнее всех человеков. Это не воля Божья, дорогие. Когда мы смотрим на апостолов, они умели радоваться вот в этом, они были счастливы, когда их гнали, потому что они знали, есть что-то больше, чем эта жизнь, есть что-то большее, чем эта земная жизнь, это больше называется Царство Божье, которого и сказал искать Иисус. Да ведь? И последнее место, прочитаем можно, Ларис? Последнее место, которое я прочитаю. Откровение 21 глава, 1 стих, и здесь Иоанн говорит, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, сескиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И понимаете, Бог открыл Иоанну, конец всей истории, истории этой земли, истории всего человечества, Он открыл Иоанну в этом видении. Знаете, сегодня много споров, сколько земля еще просуществует, мы не знаем, сколько она просуществует, да ведь? но я знаю твердо, что говорит Священное Писание, Иоанн говорит, «И я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Поймите, то, ради чего, из-за чего мы хотим стать счастливыми, оно однажды все лопнет. И все, на чем мы хотим построить свое счастье здесь, на земле, однажды это просто исчезнет, этого не станет. Поэтому мы так много в этом мире видим сегодня несчастных людей, которые что-то собирали, копили, 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 думали, вот сейчас еще маленько, и я просто заживу счастливо. И бах, все это лопнуло. И никакого счастья нет. Я смотрел передачу про одного советского артиста, я не помню его фамилию, но вы его все знаете, фамилию не помню. Он чаще играл во второстепенных ролях. И всю свою жизнь он жил с женой, и они копили деньги. Они копили деньги и думали, вот когда мы уйдем на пенсию, у нас будут деньги, и мы будем путешествовать по всему миру, мы будем ездить. И когда пришли 90-е годы, начались эти реформы, и все деньги, которые они накопили, они просто пропали. Этот артист со своей женой, они умерли в бедности, они никуда не смогли съездить, потому что все их счастье, на которое они так рассчитывали, оно просто исчезло. Просто исчезло. Поймите, земное никогда не сделает тебя до конца счастливым. Кто-то думает, если я хорошую жену найду, мне для счастья ничего не надо. Я так счастливый, но если мне хорошую жену найти, вообще предела счастья не будет. Женился, прошел год-два, и ты думаешь, боже мой, я был такой счастливый человек до того, как женился. Бывает такое, Боже, можно вернуться туда, в старое счастье? И ты получаешь что-то земное, ты понимаешь, неа, и это меня не сделало счастливым, и это меня не сделало счастливым. И ты думаешь, вот родятся дети, вот я просто так люблю детей, буду счастливыми. Родились дети, такие проблемы пришли в твою жизнь. И ты думаешь, Боже, я же думал, вот дети меня счастливыми сделают, а как родились, такое ощущение, что я еще несчастней стал. Я их люблю, конечно, все, но столько проблем оказывается, они есть хотят, они болеют иногда, а когда вырастают, говорят, мне нужны джинсы, кроссовки, Господи, помоги мне быть счастливым в этой ситуации. И все Писание говорит, что земное, оно никогда не станет гарантом твоего счастья. И уже поколение за поколением пытались построить счастье на каких-то земных вещах, и мы говорили, мы свой, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем, мы идем к светлому будущему, в котором уж точно все будут счастливы, потому что от каждого по возможностям, каждому по потребностям, и мы шли в светлое будущее коммунизма, мечтая о счастье заоблачном. И вдруг этот коммунизм лопнул как мыльный шар, и те, кто хоть немного был счастлив, оказались несчастными. Именно поэтому Павел говорит, дорогие, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, мы несчастнее всех человеков. Есть другая жизнь. Есть другая жизнь, по сути, ради которой ты пришел, Христос. Он пришел не просто, чтобы мы здесь устроились на земле поудобнее, Он пришел и сказал, знаете что, у меня там у отца обители много. там обители много, и я вас там жду, говорит Господь, свою невесту. Иоанн говорит, я увидел этот небесный Иерусалим, украшенный как невесту, и вот в этом небесном Иерусалиме Бог говорит, я приготовил скиню Бога и человека. И знаете, что самое печальное может быть ради земных ценностей пропустить то, что Господь приготовил для нас в вечности. Именно поэтому мы молимся, Господь, дай понять, что Ты приготовил для нас в вечности. Дай понять, Господь, то, что Ты совершил на кресте. Дай понять спасение и вечную жизнь. Дай понять Царство Божье. Дай понять Твои ценности, Господь. Дай нам, Господь, надеяться на Тебя не только ради этой земной жизни, но ради жизни вечной. Чтобы мы имели радость спасения, чтобы мы на самом деле были счастливы, живя здесь, на земле и перейдя в вечность. Давайте закроем глаза. И просто посмотри внутрь себя и скажи себе, спроси себя, я счастлив? Если ты говоришь внутри себя, я чувствую себя несчастным, тогда спроси, почему ты чувствуешь себя несчастным? Почему ты думаешь, что все счастливее тебя? И подумай, на самом ли деле то, что ты считал, что сделать тебя счастливым, это правда. давайте просто еще помолимся Адлию, Господь всемогущий. Иисус, мы верим, что ты пришел для того, чтобы нам дать жизнь с избытком. мы верим, Господь, что в спасении заключена великая радость. Мы верим, Господь, что ты спас каждого из нас своей благодатью, избавил нас от вечной смерти, от проклятия и власти дьявола. Ты избавил нас от вечного мучения. Ты пришел в нашу жизнь, Господь, и мы верим с одной целью, чтобы мы имели Твое благословение, чтобы наполнить нас жизнью с избытком. И, Господь, прямо сейчас мы молимся во имя Иисуса Христа. Дай нам понять то, что Ты приготовил любящим Тебя. Мы молимся, Господь, чтобы наша земная жизнь, она не строилась на каких-то земных ценностях. Господь, мы не от мира сего. Наше жительство на небесах, мы граждане небес, мы здесь странники и пришельцы, Господь. Ты призвал нас к определенной миссии здесь, на земле служить Тебе, поклоняться Тебе, славить Тебя, служить другим людям, Господь. И мы молимся, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, чтобы наши мышления не изменилось, наши ценности изменились, чтобы мы имели радость от того, что вечно, чтобы в нашей жизни было ценно на самом деле то, что ценишь Ты, а не этот мир. Мы молимся, Господь, во имя Иисуса Христа. Научи нас надеяться на Христа не только ради этой земной жизни, но ради жизни вечной, ради Царства Небесного, ради Царства Божьего, ради Тебя, Господь. И прямо сейчас, Господь Всемогущий, я молюсь за тех людей здесь, на этом месте, кто прямо сейчас чувствует, что его жизнь это сплошное несчастье. Я молюсь, Господь, за тех людей, кто уже долгое время живет в унынии, в разочаровании, может быть, в депрессии. Я молюсь, Господь, во имя Иисуса Христа, коснись. Я знаю, Бог, это не Твоя воля. Я знаю, Господь, Ты пришел, чтобы выпустить измученных на свободу во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, пусть Твоя радость придет. Пусть это слово, Господь, поможет оторваться от этих земных проблем и устремиться и помышлять о горнем, где Ты одесну во имя Иисуса Христа. Я молюсь за этих людей, Господь, чтобы они увидели ту ситуацию, в которой находятся, так, как Ты ее видишь глазами веры во имя Иисуса Христа. Господь, пусть это дьявольское рабство, оно будет сокрушено именем Иисуса. Пусть эта тьма, которая ослепила чей-то разум здесь, на этом месте, будет сокрушена во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok